В зимнее время года не стоит забывать и о дорожной безопасности. С ухудшением погодных условий риск стать участником ДТП чрезвычайно высок. На территории Славянского района с 20 по 26 декабря проходил пятый этап оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!». За период проведения данного мероприятия дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые погибли либо пострадали в ДТП, не зарегистрировано. Однако ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Краснодарского края, в общем, также и Славянского района остается довольно-таки напряженной. Мы имеем на конец года количество пострадавших 27 детей, которые получили различные травмы и степень тяжести тоже разная. От легких ссадин и царапин до более тяжких последствий. В связи с чем на территории района и проводился пятый этап краевой операции «Внимание, дети!». За данный промежуток времени было выявлено более 20 нарушений правил перевозки детей. То бишь детей перевозили без детских удерживающих устройств. Что, в свою очередь, при дорожно-транспортном происшествии может повлечь серьезные последствия для юных пассажиров. С сотрудниками госавтоинспекции проводились рейдовые мероприятия возле образовательных учреждений, дошкольных учреждений. Проводились профилактические беседы, акции, в том числе посещение учебных учреждений, дошкольных учреждений. С сотрудниками госавтоинспекции, в которых разъяснялись правила безопасного поведения на дороге, проводились беседы с водителями, раздавалась агитационная информация. Еще раз напоминали водителям о необходимости соблюдать правила дружного движения, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим. В особенности возле образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений. Значит, еще на территории Славянского района в период с 20 декабря по 11 января 2022 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие. Основные цели и задачи данного мероприятия – это пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, находящимися в состоянии опьянения. Хочу напомнить о том, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрено лишение права управления и штраф в размере 30 тысяч. Также напоминаю, что при повторном управлении транспортным средством, будучи лишенным и находясь в нетреннем состоянии, уже предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса. С момента проведения данного мероприятия у нас уже на территории района задержано 4 человека за управление в состоянии опьянения, а также уже собран один материал за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, что в соответствии повлечет за собой уголовное наказание. Поэтому, уважаемые граждане, жители, гости Славянского района, хочу к вам обратиться с просьбой, если вам стало известно о том, что водители управляют транспортным средством в состоянии опьянения, незамедлительно об этом сообщать на дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району по телефону 102-02-220-08, либо на единую диспетчерскую службу по номеру 112. Продолжение следует...